Президентские выборы вышли на финишную прямую. Осталась последняя неделя предвыборной гонки. На мой взгляд, сегодня политическая драка идет по двум направлениям. Первое – власть, оппозиция и второе – прозападные и провосточные векторы. После демонстративной поддержки Майя Санду европейцами страсти накалились до предела. Она играет грязно, потому что чувствует себя защищенной в Брюсселе, заявили социалисты. Дадон еще не президент, а Россия ведет себя так, словно это свершившийся факт, заявили в ПАС. И многим сразу стало понятно, что основная борьба сосредоточится именно между этими двумя кандидатами. Так кто из них играет не по правилам? Кто нарушает нормы законодательства? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчан ТВ. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Владимир Цуркан, депутат, представляющий партию социалистов. Добрый вечер. Вечер добрый. И Анатол Церану, политолог, политический комментатор, человек, который высказывался и делится своими симпатиями в отношении Майя Санду. Так? Ну, это можно сказать, что так. Спасибо. Готовы выслушать ваши аргументы? Владимир Иванович, кто играет не по правилам? Ну, я думаю, что тут, в общем-то, как бы все наяву. Я не говорю там о других всех подноготных вещах, которых, может быть, по ходу передачи можно будет тоже высказаться. А вот что касается правил, что касается правил. Ну, понятно, что всем сегодня ясно, что тот, кто сегодня присоединился к Майе Санду, Андрею и Анастасии, понятно, что он был вынужден это сделать. Понятно, что его, я не знаю, как там назвать правильно, прогнули или нагнули, но, во всяком случае, его заставили это сделать. Заставили те, кто, чьим проектом является сегодня Майя Санду. Это уже первое, я считаю, в этом смысле, ну, нарушение тех самых и моральных, да и, в общем-то, предвыборных положений. Следующий момент, это вот, кстати говоря, та поддержка, о которой вы сказали. Я, вообще-то, не назвал бы это поддержкой, потому что подобного рода снимки, фото с некоторыми из руководителей различных структур Евросоюза и европейских государств, которые сделаны, как говорят, в коридорах, в кулуарах мероприятия, на котором в том числе была Майя Санду, они просто используются. И в этом смысле, в этом смысле, она, конечно, выставив эти снимки, явно пытается создать вот такое вот впечатление, что она получает полную поддержку со стороны Евросоюза, хотя я не удивлюсь, что эти господа, которые вместе с ней были на этих снимках, по указанию из-за океана, конечно же, пошли на то, чтобы эти фотографии осуществить. А это является по нашему законодательству, по электоральному законодательству, грубейшим нарушением. Кстати говоря, именно потому, что прежние выборы были, значит, подобного рода вещи. Фотографии и с лидерами Востока, и с лидерами Запада. Я вообще чувствую, у меня такое ощущение, что мы присутствуем на каком-то дежавю. Тот же Филат, кстати говоря, очень активно это использовал. Помните, подряд все, кто только мог, и приезжал, и с ними фотографировались. Сейчас господин Саран скажет, что господин Дадон тоже с Путиным. Я про это и говорю, и с Востока, и с Запада. Именно поэтому были внесены эти изменения в законодательство. Мы четко соблюдаем эти требования. Я представляю себе, действительно, что произошло бы, если бы вдруг появилось какое-то фото Дадона рядом с руководителями, я не знаю, там, будь то Россия, будь то той же Белоруссия. Но это, к сожалению, есть. Ну, а что касается остальных моментов, связанных с программой, там... Нет, я сейчас не о программе, я сейчас как раз говорю о правилах. О правилах поведения, да. Ну, я думаю, что вот эти вот моменты... Поясню для телезрителей, что под правилами я как раз имею в виду закон. Да? Да, конечно. То есть, чтобы это было совершенно понятно. Господин Саран, вот Владимир Иванович считает, что не по правилам играет как раз госпожа Санту. А вы как прокомментируете? Ну, это дело вкуса. Правила, вообще-то, определены в законе. Над законом стоит цик. Он решает, нарушено правило или нет. Все остальное – это дело вкуса. Все остальное – это политические преференции. Ну, совершенно очевидно, что мой коллега поплатал сегодня Владимир Саруканов. Ну, он член команды, он участвует в предвыборной гонке. Для него Майя Санту – это соперник. Так принято, что когда соперничаешь, обращаешь внимание на то, что выглядит не очень хорошо. Позитивные моменты всегда, так сказать, обходишь. Это правила игры. Поэтому, когда вы использовали терминологию «играет грязно», это тоже дело вкуса. Я процитировала политиков. Ну да, вот когда цик решит, что играет грязно, тогда и будет принято решение. Что касается этих самых благополучных фотографий, которые появились в прессе, я просто хотел бы обратить внимание, что они никак не афишировались Майя Санту. Можно заподозрить ее в том, что она использовала кого-то для того, чтобы это выставить, но это же все из области, так сказать, воображения. На своем фейсбуке и в других социальных сетях лично от себя она ничего не выставляла, ее партия не выставляла. А что тут делать? Но она была в Брюсселе, ее там сфотографировали. То, что кто-то там вывесил, это дело, ну это же понятно. А что будем делать, соответственно, с сообщениями информационных агентств о том, что в Брюсселе состоялась встреча мимолетная, так сказать, ну... Сразу с тремя политических... Не сразу, а с тремя в разное время. Я не думаю, что Туск или Меркель выставили эти фотографии. Нет, я бы все-таки, Владимир Иванович, мне кажется, я прошу прощения, но мне кажется важным сказать господину Царану, что Цик высказался по этому поводу. Он вынес предупреждение Майя Санту, он счел сам факт, появление этих фотографий незаконным. Я могу даже процитировать их коммунике. Они заявили так. Мы хотим обратить внимание на тот факт, что национальное законодательство запрещает лицам, не обладающим молдавским гражданством, разворачивать агитационную деятельность во время избирательной кампании. То есть они, в принципе, были даже с этим согласны. В принципе, ЦИК вынес это решение, значит, оно каким-то образом оправдано, потому что ЦИК должен был еще и соответственным образом это подтвердить и прочее, прочее. Я никак не вспомню, ЦИК выносил какие-нибудь постановления по поводу ЛУПу. Я никак так напрягаюсь, их никак вспомнить не могу. А там по ЛУПу, ой-ой-ой, использование административного ресурса и прочее, прочее. Так что, ну опять-таки, когда мы говорим, что ЦИК является верховным судей, придется принять это дело, но с соответствующими оговорками. Я думаю, что по большому счету ЦИК обратит внимание на какие-то нарушения, которые серьезным образом могут повлиять на результаты выборов. Ну а все эти огрехи, которые существуют, ну ЦИК будет довольствоваться вот такими, скажем так, замечаниями без каких-нибудь жестких последствий. В отношении госпожи Санду жестких последствий. Потому что, смотрите, вот госпожу Попенко, ее, например, не предупреждали. Ее взяли и сразу на решение Центральной избирательной комиссии заявили, что ее нужно снять с регистрации. Более того, там ЦИК обратился сразу же в судебную инстанцию. То есть вы на что сейчас намекаете? Почему ЦИК так мягко к госпоже Санду? Вы знаете, я в данном случае могу лишь только, опять-таки, выражать свое сугубо субъективное мнение. Я думаю, что ЦИК, если только допустить, что на него кто-то влияет, а я вполне это допускаю, то в этом случае люди, которые решают, что должен делать ЦИК, они ведь исходят и из других соображений. А каковы будут политические последствия снятия того или иного кандидата с выборов? Что касается Бапенко, ну вот, видите, прошло все тихо, пошумели. Что касается Майя Санду, тут вещи немножко посложнее. То есть у нас все равны перед законом, но некоторые ровнее. В принципе, можно и так интерпретировать. Ну, вы понимаете, в чем дело. Я в какой-то степени мог бы согласиться, что ЦИК решил не рисковать с точки зрения, не вводить какую-то чрезмерную нервозность в избирательную кампанию. Понятно, что снятие кандидата, тем более который, как я уже сказал, является проектом из-за океана. Конечно же, это могло бы негативно сказаться, в том числе на самом ЦИКе, я так думаю. И на тех оценках, которые будут выставляться международными наблюдателями. Но с другой стороны, я думаю, что даже в том предупреждении, которое сделал ЦИК, это очень важно, потому что избиратель должен видеть и понимать, кто работает чисто, ну, вообще в политике абсолютно чистым невозможно быть, это известный постулат, но во всяком случае, кто не нарушает законодательство, и кто нарушает законодательство, оценку все равно должен дать избиратель. Будущий президент, если он изначально идет на нарушение законодательства, не будет ли он и дальше так же поступать? И надо ли доверять такому человеку, который идет на такой пост, который связан именно с проблемой контрабаланса между народом и остальными структурами власти, и должен в первую очередь соблюдать закон, казалось бы. А если на старте, будучи кандидатами, еще нарушаешь закон, ну, тогда лично у меня, как у гражданина, допустим, да, большие-большие на этот счет сомнения в отношении одного кандидата. Вот то, что об этом думает гражданин Цуркан, я, например, в это искренне верю. Но я не очень думаю, что наш избиратель так глубоко озабочен этими вещами. Я вот сейчас вот вернулся из Кагула, и, кстати, по этому вопросу там тоже были вопросы. Ставились такие вопросы, значит, а почему вот так? Это можно или нельзя? То есть люди вникают в эти вещи. На праве мы думаем, что люди не читают тот же интернет, в соцсетях. Сегодня даже люди достаточно зрелого возраста копошатся в соцсетях, поэтому любые появления, если даже не на телевидении и не в газетах, а сегодня эти средства массовой информации достаточно здорово потеряли в доверии. Не в обиду будет сказано никому. Это не каналы, Владимир Иванович. Я вообще не буду, не в обиду будет сказано журналистам. Это я уточняю, да. Но соцсети сегодня очень здорово посещаемы. И в этом смысле, конечно, люди этой информацией пользуются. Я думаю, что делают выводы. Господин Церану. Вот я понимаю, когда я увидела фотографию с господином Туском, там, да, вот все, там, по-моему, Гюнкер еще там, на первый взгляд, как-то так. Кстати, вот вспомнила, вы говорите, не сама госпожа Сандо размещала. Правда? Не она сама. Просто на правах рекламы Европейская Народная Партия сделала так, что это все увидели все подписчики Твиттера. То есть эта новость подавалась на правах рекламы. Но это другое. Мы надо Европейскую Народную Партию вывести за скобки молдавской предвыборной кампании. Пускай ЦИК решит, что Европейская Народная Партия, имеется в виду Брюссельская, нарушила законодательство Республики Молдова. А они это говорили. Не надо говорить вперед. Они это сказали и предупредили европейцев в отношении... Мне кажется, вы не знаете просто это. А я скажу вам сейчас. В отношении того, когда наблюдатели позволили себе прямо агитировать, ЦИК и в этом отношении их предупредил. Знаете, да? Объясните мне, пожалуйста, выбор фрау Меркель. Вот как? Сначала Филат Меркель, люди многие напоминают, да? Потом видели, на этой кампании появилась она вместе с господином Лянко. И тут вот вдруг она появилась вместе с госпожой Санду. Не потому что я переживаю о господине Лянко. Честное слово. Но просто как-то это выглядит не очень красиво. Вы не находите? Совсем не нахожу. Я думаю, вы как-то предвзято все-таки относитесь к политикам западного, так сказать, направления, западного вектора. Да, вы полагаете? Владимир Владимирович Путин в свое время очень положительно относился к Урикян. Стой же положительно относился к Воронину, например, до 2003 года. Да, сто процентов. Потом он, так сказать, принял в свои объятия Додона. Ну, нормально же совершенно. Работает с теми, кто есть. А как же по-другому? Что, с Филатом будут, что ли, работать? Да. Поэтому с этой точки зрения все окей. Вы сами охарактеризовали Майю Санду как политика, молдавского политика, который ассоциируется с западным вектором развития Республики Молдова. Вполне естественно, что... Что же, так сказать, Меркел будет поддерживать Додона? Кто сказал, что политики других стран совершенно безразличны к тому, что происходит у их соседей? Тем более, что Республика Молдова является ближайшим соседом Европейского Союза, непосредственно примыкающим. Более того, Европейский Союз тратит деньги, в отличие от некоторых других стран, которые клянутся в любви к Республике Молдова. Поэтому в этом отношении я не вижу ничего странного. Более того, они прямо сказали, что они бы с удовольствием работали бы с Майей Санду, если молдавский народ ее изберет. А это означает финансирование для Республики Молдова, это означает помощь всяческую, которую мы последние годы получали только с Запада, с других направлений не получали. Достаточно поехать по Молдове, посмотреть на те дороги, которые западники построили нам, и которые никогда у нас таких не было. Достаточно посмотреть на наши финансы, к сожалению, мы их разворовали, но создавались они по большей части с помощью наших западных партнеров. И поэтому в этом смысле я не вижу ничего странного. Более того, я полагаю, что избрание Майей Санду для Республики Молдова обернулось бы большими выгодами. В том числе материального характера. Я сейчас не стану говорить о программе, пока не стану говорить о программе Майей Санду, которая связана с дефрагментацией или деструктурацией олигархического режима в Республике Молдова. Но, что для нас чрезвычайно важно, Майя Санду, несомненно, сегодня выступает как кандидат, программа которой наиболее четко нацелена на уничтожение, на ликвидацию, на анихиляцию олигархического режима в Республике Молдова, который принесло нам столько бед. И вполне естественно, что Запад с этой точки зрения рассматривает Майя Санду как наиболее предпочтительного кандидата. Запад считает, что с Республикой Молдова стоит иметь дела, если только здесь олигархи не будут распоясываться. Прежде чем я сейчас вам передам слово, меня упрекнули в предвзятости. Я хотела бы сказать, дело даже не в Майя Санду, господин Сарана. Дело в том, чтобы все выполняли правила игры. Что закон должен быть один для всех, равно как для господина Дадона, так же и для госпожи Санду. Я вынуждена выразить солидарность с господином Цурканом в том отношении, что если бы появились фотографии Дадона с Путиным, я совсем не уверена, что реакция ЦИКа была бы такой мягкой. Но это, опять же, как вы говорите, мое личное мнение, я не стану на нем настаивать. Ну, извините, если бы Игорь Дадон вывесил бы фотографию с Путиным, так как он ее долгие месяцы, если не годы, держал на стене своего офиса, или использовал в бывшей предвыборной кампании, правда, закона еще не было, это правда, то, естественно, ЦИК обязан был принять это решение. Но вот если бы, например... Ну, вот как Майя Санду в тот же день. Вот Майя Санду встретилась с господином Меркель, а Игорь Дадон встретился с господином Путиным. Ну, вот я вам приведу один пример, так сказать, от противного. Давайте. Вот выходит один из, так сказать, оппонентов Дадона и говорит, давай-ка я ему подлянку устрою, без референции к фамилии господина Лянка. И берет фотографию Дадона, которая, кстати, везде была афиширована, и афиширует ее, так сказать, у себя по своему фейсбуку. И говорит, голосуйте за Дадона, вот господин Путин его поддерживает. Ну, как вам кажется, не был бы ли это точно такой же случай, как с Майей Санду, а? Кажется, нет. Почему? Потому что тот, кто вывесил, он бы наверняка не занимал высокопоставленную какую-то должность. Нет, это вы говорите, наверняка бы не занимал. А если бы занимал? Наверняка. Но зависит от того, кто бы это повесил. Возможно, точно так же можно было бы сказать, что, знаете, Игорь Николаевич тут ни при чем. Во-первых, Людмила, если можно, я ваш разговор вклинись немножечко. Вопрос просто не был задан, я не могла не ответить. Да, нет проблем. Но ведь вопрос заключается весь в том, что действительно, сами эти люди, которые на фотографиях, они ведь никак не комментировали, ничего не говорили. Поэтому это все просто использовалось госпожой Санду для того, чтобы создать вот такую вот видимость. Она была там. Она их всех убеждала в том, что победа Дадона – это угроза для них. Самое интересное. Для них. Потому что тогда Россия придет сюда. Вот какой основной аргумент, который использовала госпожа Санда. Все остальное, что связано там с тем, что она будет яростным борцом с олигархией, с коррупцией и так далее, и так далее. Ведь мы-то прекрасно здесь внутри у нас в стране знаем. И она, кстати говоря, ей задали этот вопрос за рубежом. После этой самой встречи, была пресс-конференция, ей задали вопрос. И она ответила, что она понятия не имеет и никакого отношения к этому не имеет. Но ведь именно она, будучи членом правительства, в составе правительства Лянка, проголосовала, не пряча руку и не дрожащей рукой, проголосовала за то, чтобы покрывать эту самую кражу миллиарда. И первый транш 6,5 миллиардов лев был выделен с ее, в том числе, участием. То есть в этом смысле она является пособницей, я выражаюсь уже юридическим языком, в этой краже миллиарда. Она же таким же образом проголосовала, единственный член правительства, который возразил, тогдашний Башкан Гагаузи, против концессии, а читай, просто-напросто, хищения Кишиневского аэропорта в пользу других лиц. В пользу других лиц. И она же тоже за это проголосовала. Так все-таки она борец с олигархией, борец с коррупцией. Или она человек, который не знает, за что голосует. Ну это никак не вяжется. Ну и последний момент. Ну не надо что сказать, передергивать. Вы скажите, пожалуйста, а почему в таком случае, если она такой большой борец с олигархией, она не была на этих протестах, которые были? Ее не было там. Ее не было рядом с теми, кто реально протестовал. Причем протестовали представители разных совершенно взглядов. Тот же Настаси, тот же Дадон, тот же Усатый. Ее не было. Хотя митинги были именно этой тематике посвящены. Именно против этого было направлено. И господин Сарану тогда действительно поддерживал тот факт, что вот объединились и вот это может быть позволит. И еще один момент. Ведь не случайно, наверное, господин Плохотнюк в одном из своих немногих интервью, которые он в последнее время дает, ведь он сказал, что если нам придется выбирать, то мы проголосуем за Санду. Мы еще вернемся к этому господин Сарану. Я скажу проще. Почему вы были на протесте, а госпожи Санду не было? Госпожи Санду была. Просто она была не на трибуне, она была, так сказать, на площади среди людей. Были тысячи людей, были тысячи людей. А высказать свою позицию на трибуне, ее не было. Нигде не было ее. А тысячи людей были на этих митингах. Таким же образом, любой из тех, кто был на этом митинге, на этой площади и на многочисленных митингах, может сказать, я действительно боролся с этой олигархией. А она прошлась незаметно. Ну, она фигура вообще незаметненькая. Давайте загибать пальцы. Давайте дадим возможность отвечать господин Сарану. Ну, начнем с того, что, так сказать, Майя Санду не голосовала за аэропорт. Посмотрите внимательно те публикации, которые появились в последнее время, в том числе и Майя Санду, и вы в этом убедитесь. Так что аэропорт вы снимите из своего списка, так сказать, обвинений. Что касается голосования за... Ну, за миллиард. Не за миллиард, а за выделение денег этим банкам. Да, и миллиард. Голосовала? Да, да. Да, голосовала. Голосовала, хотя была единственным членом правительства, которое высказало сомнения по поводу правильности этого шага. Я думаю, что с политической точки зрения она здесь не может быть неуязвимой. Да. Это совершенно очевидно. Но в то же время нужно понимать, голосование было в ноябре или в октябре. Тогда еще совсем не было понятно, что сфоровали миллиард. Об этом только-только начинали говорить, это были первые подозрения. Мы знаем, как министр выинформирует в нашем правительстве. Она уже тогда высказала свои сомнения по этому поводу, правда проголосовала в конце концов. Существует такое понятие, как солидарность с правительством. Вы сейчас вообще зря это говорите, солидарность с тем коррутированным правительством, сейчас вам это припомнят. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Да. Все в порядке. Я повторяю еще раз, она в этом отношении не может считаться неуязвимой. Но в то же время никто, повторяю, никто не может сказать, что моя Санду является бенефициаром этого, этой кражи. Что она получила какие-то деньги за это и прочее, прочее. А мы же знаем, кто является бенефициаром сегодня, на сегодняшний день? Мы-то знаем. Просто не это официальное решение. Мы-то понимаем и знаем. Причем мы не сомневаемся. Мы не сомневаемся. Так же, как и моя Санду не сомневается. Все правильно. Она молчит тоже. Никто не молчит. Хотя знает. Нет, ну перестаньте. Она назвала хоть одного? Эсвен Суркана. Она боится назвать, потому что она сама в этом косвенно, но участвовала. О чем вы говорите? Она постоянно только об этом и говорит. Что если я стану президентом, я назначу прокурора, я буду способствовать назначению прокурора, который посадит их в тюрьму. Вот что говорит моя Санду. Возможно, она сама сядет в тюрьму. Возможно, если будет, скажем так, состав преступления будет доказан, что она, участвуя в этом голосовании, нарушила закон. Но я обращаю внимание еще на это обстоятельство. Она никогда в этом смысле не пользовалась какими-то благами благодаря этому. Более того, она в тот момент, когда стала очевидным, что миллиард был украден, она совершенно четко стала в жесткую оппозицию к этому. Что касается митинга, что касается митинга, но вы вынуждаете меня это сказать? Моя Санду не поднялась на трибуну, потому что не хотела стоять рядом с господином Дадоном. И, судя по всему, она сделала все правильно. Потому что очень возможно, мы бы сегодня имели в качестве кандидата на постпрезидента Андрея Анастасия. Вас бы это расстроило? Меня нет. Ну так в чем тогда трагедия? Нет, но если бы он в свое время не стал бы рядом с Дадоном. Потому что большая часть проевропейского электората ему этого просить не может. В то время как Моя Санду в этом отношении совершенно чиста. Поэтому с тактической точки зрения она поступила правильно. А можно по тактической точке зрения? Господин Царанов, вы полностью со счетов скидываете тот факт, что господин Луп может пройти во второй тур? Нет. Нет. А как вы полагаете, если бы кандидат от оппозиции был единый, то он бы сто процентов прошел во второй тур? Это хороший вопрос, Люда. Это очень хороший вопрос. Тогда отвечайте на него. Давайте мы об этом поговорим. Совершенно очевидно, что сегодня в Молдове президентская кампания проходит как бы в двух планах. Есть план геополитический. Ну я говорила об этом. Вначале. Здесь совершенно, так сказать, разъединены кандидаты. Майя Санду на одном фланге, Игорь Датон на другом фланге. И где-то посередине болтается, так сказать, Лупу. Хотя он себя причисляет к проевропейскому плану. Но есть второй план, который вырастает прямо на наших глазах и который становится очень важным. Это план борьбы системы с антисистемой. И вот здесь не совсем понятно, где и кто болтается. Что касается Майя Санду, она четко стоит на антисистемных позициях. Вы не ответили на мой вопрос. Если бы был единый кандидат от оппозиции, шансы на то, чтобы был побежден господин Лупу, они бы выросли? Разумеется. Разумеется. Тогда о чем мы говорим? Мы говорим о том, что смена Лупу на другого кандидата могла бы не привести к смене системы. А это сейчас становится самым важным для республики Молдова. Даже важнее геополитического выбора. Господин Цурка. Ну я отвечу несколько короче. Недавно в одной из передач один из комментаторов, не комментаторов, а ведущих, да, он оговорился, но тем не менее, по сути своей, я был абсолютно прав. Когда, говоря о возможных кандидатах для второго тура, сказал Майя Лупу. Майя Лупу. Я в чем вижу здесь не оговорку, а суть и истину? В том, что в реальности-то ведь и у Майи Санду, и у Марьяна Лупу одни и те же покровители. Одни и те же покровители. И одни и те же вдохновители, и один и тот же хозяин. Поэтому говорить о том, что она жестко и четко стоит на этих позициях, да, она может заявить сегодня, я хочу иностранного прокурора. А потом она скажет, а вы знаете, законодательство не позволяет, чтобы это был иностранный прокурор. И начнется бодяга, та самая, которая сегодня тянется уже три года, и все никак не могут разобраться, а кто же истинные бенефициары этой кражи-миллиарда. А пока что, покрыв эту кражу своими голосами, и в этом смысле она имела абсолютную возможность и право не голосовать. Правительство – это не братская могила, где все повязаны одним. Каждый имеет право голоса, поэтому он отдельно взятая личность, отдельно взятый министр. Не сделав это, она тем самым дала согласие на то, чтобы это произошло. И они все прекрасно знали, это произошло перед выборами буквально за две недели 2014 года, ноябрьских выборов парламентских. И они прекрасно все знали, что если, не дай бог, они где-то там как-то по тревожной ситуации расскажут вдруг народу о том, что была кража-миллиарда, естественно, Майя Санду, которая в то время была в команде Филата, естественно, и она бы, как говорится, полетела бы вверх тормашкой, так же, как и Филат, и все те, кто участвовал в этих кражах. Поэтому нельзя быть на одном этапе непонимающей, на другом этапе решительной и жесткой, и в то же время белой и пушистой, что я ничего не знал и ничего не понимал, что делаю. Мне кажется, что здесь нужно просто, если уж так, то скажи честно людям. А ведь во время дебатов, которые происходили на эти вопросы, она отвечала так же. Она во время одних дебатов в течение 10 минут 7 раз солгала. И это доказано. И на эту тему выставлены видеосюжеты, которые подтверждают, что по первому, второму и седьмому разу она просто солгала. Я не думаю, что будущий президент, не только нарушая законодательство, но и так относяться к избирателям, надеясь на то, что можно будет их ввести в заблуждение, достойно того, чтобы рассматривалось как реальный кандидат на должность президента. Тем более, что есть еще один момент очень важный. Вот вы говорили сейчас о геополитическом. Абсолютно забыли о среднем варианте, самом важном для нас. Государственники. Это те, которые за молдавское государство. Майя Санду неоднократно заявляла, она за то, чтобы Молдова объединилась с Румынией. Опять же возникает вопрос, а можно ли доверять тому будущему или кандидату в президенты, который желает, чтобы это государство исчезло после объединения? Я перехватываю здесь инициативу и хочу поговорить по поводу связи Санду-Плохотнюк. Ведь на самом деле очень много раз об этом говорилось. Вы рискуете ли мне? Вы не рискуете? Чем? Ну, так сказать, вводя Плохотнюка в эвакуацию. Нет, я рискую тем, что вы не ответите на мой вопрос. Этот риск, мне кажется, на эту минуту гораздо более серьезным. Потому что я никому сейчас не открою Америки. Понимаете как? Вот вы говорили о господине Анастасе и о госпоже Санду. Ведь ни для кого не секрет, что господин Анастасе ввел гораздо более ожесточенную борьбу с правящим режимом. Мы делали не только, наверное, в этих акциях протеста. То есть мы видели, что человек постоянно находится в поле зрения. И постоянно его бомбят блогеры, принадлежащие к власти. Нет, но он и представлял постоянно информацию. Абсолютно точно. То есть он был настолько неудобен. И когда, как говорит Владимир Иванович, ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться, пришла Майя Санду. Многие заговорили о том, что не будет она так бороться с олигархическим режимом. Что вы на это скажете? Ну, что меня отличает от моего коллеги Владимира Цурканова. Он член команды, он участвует в предыборной кампании. Я действительно симпатизант Майю Санду, но я не являюсь членом команды, я недоверенное лицо и прочее, прочее. Поэтому я с меньшим остервенением, так сказать, защищаю права и дела. А теперь, что касается связи Плохотюнка с Майей Санду. Ну, это же совершенно надуманная вещь. Откуда? Это же вообще, ну, хоть какие-то факты. Кроме вот этих вот реминесценций, каких-то там слухов и прочее. Ну, это чепухачистый. А вот давайте такой факт рассмотрим, можно, чтобы я не забыла? Я обязательно предоставлю вам возможность высказаться. Вот смотрите, партия власти, она у нас позиционирует себя, как большие борцы за евроинтеграцию. Вот они идут под этим знамением. Майя Санду у нас делает то же самое. Она тоже демонстрирует еще и фотографии, кроме титула. Я так понимаю, что между этими двумя партиями должна быть такая борьба за внимание Запада, да? Но я этого не наблюдаю. Я вижу абсолютно спокойное поведение демократов. Они спокойно реагируют на то, что она появляется, значит, на этих фотографиях, да? И вижу, что спокойно реагируют на этот ЦИК и другие государственные органы. И это наводит на большие размышления. Плюс к тому же интервью, когда господина Плохотнюка, который говорит, ну как же я коллегу по европейскому, извините, значит, своему лагерю непременно... По цеху своему. Да, ну пусть будет по цеху, если вам нравится это слово. Непременно поддержу. Здесь нонсенс. Вы нестыковку не видите? Совершенно. Поясняйте. Это только человек, не сведущий, так сказать, в хитросплетениях политики, может так банально и простодушно поверить, что это, так сказать, какая-то там хитрость. То есть, собственно говоря, вот этим своим утверждением Плохотнюк не Майю Санду поддержал, а Дадот, ее контракандидата. И Майя Санду четко... Так вот, ну а сейчас вы будете отвечать на вопрос. И Майя четко ответила на это. Сказала, все, к чему прикасается Владимир Плохотнюк, все моментально пачкается. Поэтому я прикоснулся, чтобы запачкать. А что сделал этого так хитро, ну да. И поэтому, Люда, когда вы это воспринимаете как чистую монету, ну это... Так, это первое. Второе. Майя Санду никогда не говорила бы о том, что она является, что она требует, или, скажем так, она будет проводить политику объединения с Румынией. Но, опять-таки, это сильное преувеличение. А она заявила, что на референдуме проголосовала бы за объединение. Да, это она сказала. Что она является... Нет, вы не так сказали. Вы сказали, что в качестве президента она чуть ли не ее программной установкой является объединением с Румынией. Это чепуха, это не так. Нет, я скажу, что она является именно тем человеком, который выступает за объединение. Вот на референдуме на самом деле. Она является... Тогда пусть заявят, я против объединения с Румынией. Она бы тогда получила бы хоть какую-то мизерную долю кредитодоверия. И попросить ее об этом. Я с ним, кстати, встречаюсь... Подскажите. ...крайне редко. Не, 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 но, к Спенсеру, им это невыгодно. Они это... Я понимаю. Они не спросят, не будут задать такие вопросы. Кстати, вы, в смысле, ваш лидер сотворил такую чепуху, когда, так сказать... В отношении? ...вы с этой программой антиунионистской, где обещал всех попересажать и чуть ли не там не расстрелять на площади Теанин-Минь. Ну, давайте не перейдем его к факту. Там было такое? Нет, там просто речь идет о том, что необходимо ужесточить ответственность. Ответственность лиц, которые выступают за унионизм. То есть за уничтожение Молдавского государства. В уголовный кодекс ввести и прочее. Так же, как предусмотрено и в законодательстве Румынии. Так, пункт. Так вот, я вам скажу, что большей помощи унионистам и большей помощи Майя Санду трудно было себе представить в этих условиях. Трудно было себе представить. Вот теперь все унионисты... Так, секундочку, если Майя Санду не унионист, почему тогда ее рейтинг должен расти? Что-то вы себе противоречите? Нет, потому что она симпатизант унионистской. То есть мы ее статус все-таки рассматриваем как симпатизант унионистам. Люда, вы знаете, вы как-то в одной передаче, я не устал вам тогда возражать, было очень мало времени. Вы меня назвали унионистом. Я действительно унионист в том смысле, что для меня объединение Молдовы с Румынией не трагедия. Не трагедия. Это восстановление целостности моей исторической Родины. Но это совсем не значит, что я вот буквально сейчас выйду из студии и начну на каждом углу останавливать людей и пропагандировать за объединение. Поэтому давайте здесь очень четко расставим акцент. Я думаю, что моя основа... Я поэтому и попросила ее статус четко. Я и пытаюсь это сделать. Я извиняюсь, но ведь то, что можно простить простому гражданину, в том числе и просто тем, кто высказывает свое мнение как политический аналитик, допустим, невозможно и не должно быть прощено тому, кто претендует на пост президента этой страны. Равно как и ГИМПу, который за это выступает явно и открыто, равно так и, как госпожа Санта, является симпатизантом. А что такое симпатизант? Это человек, который за это. В определенных условиях выступит за это. В определенные условия. Какие определенные условия? Ведь она просто сказала, я бы за это выступила. А будучи президентом, она имеет право инициировать тот самый референдум. Вы понимаете, в чем дело? И в этом-то и опасно, что к посту рвется президент на человек, который реально является сторонником этой идеи. То есть уничтожение этого государства. Ну не занимайте телевизионное время. Вы же юрист, вы же человек, который занимает телевизионное время. Вы говорите по-равному. Вы прочитали в программе Майя Сандо хоть одно предложение, хоть слово об объединении. Вы почему сейчас говорите о кандидате в президенте Майя Сандо, что она выступает за объединение? У нее в программе это есть? У нее в сознании это есть. Она об этом высказалась конкретно. А вы читатель человеческих... А вы считаете, что в программе все абсолютно изложено, что у человека в сознании? Нет, ну... Так об этом не речь. Человека избирают по программе. Человека избирают. У человека должна быть мотивация любых действий и поступков. Но вы же раньше говорили о том, что человек должен быть... Идея объединения. Но вы же сами говорили, что политик должен быть откровен. Так вы хотели, чтобы Майя Сандо скрывала свои мысли? Была неоткровенна. Она скрывает. Она скрывает. Она скрыла правду по этому миллиарду. Говорит, что я ничего об этом не знала. Она скрыла про то, что она проголосовала за консессию аэропорта. Она умалчивает совершенно, что в период ее деятельности как министра в Молдове было уничтожено 234 школы. А вы в ноябре месяце знали, что миллиарду украли? Что кто? Вы лично знали, что миллиарду украли? Мы об этом узнали в ноябре месяце. И поэтому на первом заседании потребовали создать специальную комиссию. Если бы мы знали бы это до или во время изобретательной кампании, мы можем быть уверены. Так что Майя Сандо об этом не знала, пока не была создана комиссия и не было сказано. Когда в парламенте докладывал прокурор генеральный, директор СИБА, директор национального банка, они четко сказали, мы о том, что происходит в системе банковской и что уходят деньги в офшорные кампании, об этом проинформировали. Кого? Правящий альянс. Советовали? Ну так, извините меня, пожалуйста. Ну вы знаете, что значит? Вы сами были в правящем альянсе. Вы знаете, кто там... В каком правящем альянсе? Ну в то времена, когда Воронин командовал страной. Вы многое знали из того, что знал Воронин? Это был не альянс. Ну ясно. Это было власть одной партии. Вы многое знали из того, что знал Воронин? Именно поэтому я ушел. Отлично. Вот видите? Вот отлично. А я ушел. Так она тоже ушла. Так она не ушла. Ее ушли. Ну это другое дело. Не важно. Это разные вещи. Она не в альянсе сегодня. Это разные вещи. Она не голосовала за эти вещи. Она проголосовала. Ну не знаю, за что она проголосовала. Вот видите, как. Вот в этом-то и разница. Я вам приведу пример. Напрягающий момент был в том, что она готова была стать премьером. Если бы ее тогда... Да. И возглавив правительство коррупционных сил. Понимаете, господин Саранов? И поэтому мне вот этот момент до сих пор он не понятен. Людмила, если бы она была готова это сделать, если бы она могла готова сделать, она была бы премьер-министром. У нее было великолепное реноме перед западниками. То, что было нужно нашим олигархам. Ее бы сделали бы премьер-министром. Но ее не проголосовали, потому что знали, во что превратится Майя Санду в качестве премьер-министра. Так что у вас аргумент работает наоборот. Потому что правительство парламентское. Нет, в общем-то наоборот. Просто ей предлагали, она не отказывалась. Она сказала, что у нее есть два условия. Почему же за нее не проголосовали в качестве премьер-министра? Поэтому и избрали премьер-министра Филиппа. Но Филиппа понятно, почему избрали. Почему Майя Санду не избрали? Почему? Потому что им нужен был человек на данном моменте, чуть поближе. Довереннее. Понимаете? Филипп более доверенное лицо, чем Майя Санду. Понятно. Хорошо. У нас остается, мне показывают пять минут. Сейчас не могу не задать вам вопрос. Все-таки, ваше предположение, во втором туре, именно эти два кандидата составят друг другу конкуренцию? Либо все-таки нельзя сбрасывать со счетов власть, ее возможности и возможности ее кандидата? Владимир Иванович, как вы полагаете? Если позволите, я начну с третьего варианта. Что все-таки есть все предпосылки. И в оставшиеся несколько дней мы сделаем все возможное, чтобы довести до сведения для всех наших граждан, избирателей, чтобы они поняли, что сегодня есть шанс одним туром выиграть эти выборы. И реальная возможность сегодня, естественно, есть только у нашего кандидата, у Додона. Это всем прекрасно понятно. И все вот эти попытки как-то там сгруппироваться, кого-то убрать, значит, это все только идет перегруппировка сил. В надежде на то, что может быть как-то отвлекут внимание и во втором туре произойдет то, что называется не дружба между собой, а дружба против кого-то. А что касается других вариантов второго тура, кто бы не был бы, будь то Лупу, будь то Санду, в любом случае итоги выборов. Даже при попытке всех тех административных рычагов использовать, это уже та же самая фальсификация. В любом случае, я уверен, что все равно победа будет за Додоном. Тем более, что во втором туре решаться будет простое большинство. То есть, голосование и итоги голосования будут зависеть от простого большинства между первым и вторым участником. Если в первом половина от тех, кто принял участие в голосовании, то во втором туре простое большинство голосов. Благодарю вас, Госпенсор, а вы как полагаете? Ну, я думаю, что выиграть первый тур, выиграть выбор с первого тура, ну, это сновидение юной девушки. Это совершенно невозможно. Элементарный анализ. А юные девушки, вы же сейчас не о Майя Санду говорите. Ну да, Майя Санда не мечтает выиграть с первого тура. Так. Там другие мечтатели, так сказать, есть. Вы же говорите, что политики должны стремиться к высокому. Нет, а какие проблемы? Я что, возражаю против мечтателей? Мечтаний? Это невозможно. Элементарный анализ всего социологического материала, и того наносного, который есть, и тот, который более-менее, которому можно верить, показывает, что это, ну, просто, так сказать, фантазия. Второй тур. Во второй тур это да. Я думаю, что у Игоря Додона очень серьезные шансы победить. Очень серьезные. Потому что во втором туре, если он выйдет во второй тур с Майя Санду, вся олигархическая мощь ляжет в кубышку к Игорю Додону. Ну, все в этой стране знают, что Игорь Додон это достаточно неудобный на этом этапе кандидат, но вполне приемлемый кандидат для олигархии, что совершенно, так сказать, не вяжется с тем, что из себя представляет Майя Санду. И даже тогда, когда лидеры олигархического режима говорят, что они готовы, так сказать, к Майя Санду повернуться, я допускаю эту мысль только в одном единственном случае. Если этим товарищам очень, так сказать, внятно объяснят Запад, что нужно делать, иначе все их счета в соответствующих банках полетят, так сказать, в соответствующее место. Но Запад обычно так не поступает, и поэтому, я думаю, в этом смысле у Игоря Додона есть хорошие шансы. Но если пройдет очень серьезная мобилизация на правом фланге, на проевропейском фланге, Игорь Додон проиграет второй тур. Майя Санду. Наше время вышло, к сожалению, я вынуждена вас прервать. Могу сказать, что мне было интересно с вами беседовать. На самом деле у вас были разные точки зрения, но в споре рождается истина. Наверное, наши телезрители, каждый из них увидел свою истину. В завершении могу сказать, что мы с вами долго говорили, и, наверное, закончу тем, с чего начала. Самое главное, чтобы было торжество закона, чтобы одни и те же законодательные нормы применялись ко всем кандидатам. И вот тогда мы будем говорить о том, что у нас какие-то хоть зачатки демократии. Мне кажется, что вот это как раз и есть дело принципа. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.